МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель сначала ликвидировал, а после и сам повел в счете. Сохранить преимущество до финальной сирены помогли уверенные действия в защите и сейвы голкипера. 24-21 Гомель побеждает и выходит на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. А вот у мужской команды Гомеля все не так радужно. Серьезно омолодившаяся дружина Сергея Цыганкова никак не может найти свою игру. Наверное, главное, чего пока не хватает гомельчанам, это опыт и стабильность. Удачные поединки чередуются с провальными. Один из таких провалов пришелся на домашний матч против Гродненского Кронана. Хозяева уступили сопернику по пять мячей в каждом из таймов, что вылилось в разгромные 25-35. Одна игра получается вроде бы неплохо. Против того же Бреста игры вроде бы были неплохие. Выходим здесь на поляну и делаем свои ошибки. И на этом получаем в свои ворота мячи. Очень много мячей в этом сезоне получаем на своих ошибках. Поэтому тяжело что-то сказать по игре, когда команда делает много ошибок. В турнирной таблице Гомель занимает пятую строку. Полпреды Гомельской области в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу провели товарищеские матчи. Мозырская славя в Пинске встречалась с Ислачью. Для Полюшуков этот поединок сложился крайне неудачно. Команда из столичного региона пять раз поразила ворота соперника. Отквитать хотя бы один мяч мазырианам так и не удалось. 16 февраля славя отправится в гости к футбольному клубу Минск. Было голевое изобилие и в поединке между Гомелем и дублем Борисовского Батэ. На поле стадиона имени Прокопенко в Бобруйске также забивала только одна команда. Уже к шестой минуте зелено-белые вели 2-0. Отличились Евгений Смирнов и Виталий Квашук. В середине второго тайма Алексей Тислюк сделал счет 3-0, а точку в матче поставил Антон Шрамченко. 4-0 победа Гомеля. В субботу, 16 февраля, зелено-белые встретятся с жидковическим ЮАСом. Игра пройдет на стадионе Сдешор номер 8 города Гомеля. Начало в 15.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь 4.